С добрым-добрым утром, девочки и мальчики! В студии Хрюша, Марина Яковлева и юная певица Анастасия Сисаури. Доброе утро! Здравствуйте, дорогие ведущие! Привет, ребята! Настя, ты ещё совсем юная девочка, и твоя карьера только-только начинается. Поэтому нам о тебе почти ничего не известно. Да, и чтобы о тебе получше узнать, мы подготовили Блиц-опрос. Согласна его пройти? Конечно. Итак, первый вопрос. Скажи, ты можешь выдать секреты друзей? Нет. Точно? Точно. Ты больше любишь дарить подарки или получать? Дарить. Так, а теперь честно. Ты с удовольствием моешь посуду? Не всегда. Так. Ты часто ленишься? Нет. Так, ты даёшь списывать соседу по парте? Редко, но даю. А сама списываешь? Нет, никогда. Радуешься, когда можно пропустить школу? Иногда. Иногда да. Ха-ха-ха-ха. Ты любишь поспать после обеда? Нет, не люблю. Ты любишь сладкое? Очень люблю. Так, а если вот очень нужно, можно обманывать? Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя обманывать. Ну что ж, вопросы закончились, подвожу итоги. Ты искренне и честная. Никогда не обманываешь. Поддерживаешь друзей в трудную минуту. Ну и иногда списывать даёшь. Так, мы правы или в чём-то ошиблись? Нет, вы абсолютно правы. Всё в точку. Но я могу кое-что добавить. Я учусь в восьмом классе, мне 14 лет. Живу я в городе Иваново, а пою я 7 лет. Музыка меня буквально захватила. И когда я выхожу на сцену и пою, иногда мне кажется, что я летаю в облаках. Ой, как интересно ты рассказываешь. Я даже представил, как ты паришься в воздухе с микрофоном в руках. Кстати, у меня ведь есть даже песня с таким названием «Я лечу». Ой, вот бы послушать, а. Нет ничего проще. С огромным удовольствием спою её для вас и для наших зрителей, конечно. Я словно ветер, и это так нужна мне. Я лечу, я лечу, я лечу. На краю света тебе Я лечу, я лечу, я лечу, где бы ты не был, не был. Я лечу, я лечу, я лечу. На краю света тебе Я лечу, я лечу, я лечу, где бы ты не был, не был. Я лечу, я лечу, я лечу. Я лечу, я лечу, я лечу. Я лечу, я лечу, я лечу. Я лечу, я лечу. Я лечу, я лечу, я лечу. Знаю, что будешь ты, видишь мои мечты, где-то в снег. Я лечу, я лечу, я лечу на краю света, к тебе. Я лечу, я лечу, я лечу, где бы ты не был, не был. Я лечу, я лечу, я лечу на краю света, к тебе. Я лечу, я лечу, я лечу, где бы ты не был, не был. Я ночу, я ночу, я ночу на краю света. Замечательная, красивая песня, прям воодушевляет даже. Да, 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 мне тоже очень понравилось. Ну вот что значит, когда полностью посвящаешь себя любимому делу, правильно? Правильно, музыку я, конечно, просто обожаю, но хочу сказать, что это не единственное мое увлечение. Так, чем еще занимаешься, расскажи. На самом деле я занимаюсь много чем. Танцы, большой теннис, фигурное катание, дополнительные занятия, очень много чем. А кем же ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну, ну кем, певицей, конечно же, Хрюш. И певицей, но по совместительству и журналистом, если честно. Вот так. А что ты для этого делаешь, чтобы быть журналисткой? На самом деле мне очень нравится общаться с людьми, писать красивые рассказы и всегда быть в курсе всех новостей. И кроме того, я хожу на курсы юного журналиста. Но профессия это не простая. Предлагаю прямо сейчас проверить, есть ли у тебя к ней способности. Давайте проверим. Так, сейчас все расскажу. Так, вот-вот. Так, рассказывай про свое задание, давай. Так, это блокнот и ручка, главные инструменты журналиста. Так, и что? Ну как, надо придумать историю и записать ее в этот блокнот, но не простую историю. Все слова в ней должны начинаться на одну и ту же букву. А на какую букву? Давайте вместе выберем на какую. Давайте на какую букву? Ну на букву С, давайте я выберу. Подойдет? Да. Хрюш. Ну, я согласен. Настя, тебе нравится эта буква? Очень нравится. Буква С. Так, давай. Хрюш, у меня есть к тебе одна просьба. Так. Какие ты знаешь имена на букву С? Ну, какие? Мой друг Степашка. Хорошо, спасибо. Так. На самом деле это сложно. Сложно? Я могу еще как-то помочь? Если честно, то да. Так. Какие ты знаешь ягоды на букву С? Ягоды на букву С? Это... О, смородина! О! Пригодилась? Очень. А теперь к вам вопрос. Так, какой? Какими прилагателями вы бы описали смородину? Прилагательными? Да. Смородину? Прилагательная? Ну какая? Спелая. Спасибо. Читаю. Садовник Степашка совместно со Светой сажали смородину. Степашка сажал совком, а Света совочком. Скоро смородина созреет, Степашка со Светой съедят спелую садовую смородину. Как здорово, Ольга. Мне понравилось. Браво, браво, браво. Я потом... Можно я эту историю Степашке расскажу, а? Можно. Ему будет очень интересно послушать. Что он садовник, да, Степашка? Да, да. Ну что ж, я считаю, что получилось просто отлично. Желаем успехов и спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам за приглашение. А прямо сейчас не переключайтесь. Впереди еще много интересного. Смотрите канал Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики. Удачного всем дня.